Всем привет, уважаемые зрители моего канала! Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня у меня для вас очередной диетический рецепт. Это будет суп, первое блюдо. Суп-пюре из свёклы с добавлением сушёного хлеба. Такой диетический вариант томатного супа гаспачо. Только вместо томатов я буду использовать свёклу. При подаче в тарелку я добавлю немного домашнего йогурта. Можно использовать обычный нежирный йогурт без добавок. И сделаю укропное масло сверху, чтобы украсить и придать изюминку этому блюду. Свёклу я почистил. Сейчас я её отварю до готовности. Свёклу я взял некрупную. Разрежу её на половинки или четвертинки. Мелко нарезать её не нужно, чтобы она сохранила свой цвет. Но за счёт того, что я её порежу, она быстрее отварится. В кастрюлю налью 1 литр воды. Отправлю сюда свёклу. Накрою крышкой. Поставлю кастрюлю на плиту. Включу огонь на максимум. А после того, как вода закипит, уменьшу его. И буду отваривать, пока свёкла не станет мягкой. Отварная свёкла – это очень полезный продукт. Она способствует пищеварению. А в измельчённом виде это будет просто симфония для диетического питания. Теперь нарежу хлеб. Я взял несвежий хлеб двухдневной давности. Нарезаю его достаточно крупными кусочками. И буду подсушивать в духовке. Укладываю нарезанный хлеб в форму для запекания. Чем хорош подсушенный хлеб? Попытаюсь понятно это объяснить. На пальцах, как говорится. Свежий хлеб. Он, во-первых, обладает более высокой кислотностью, чем хлеб несвежий. Во-вторых, если вы возьмёте хлеб свежий, мякиш, и положите его в воду, что произойдёт? Образуется комок. Также этот комок попадает в желудок. Вот этот вот комок, он очень тяжёлый для переваривания. Представляете? То есть это достаточно такой плотный шарик. Если вы берёте хлеб подсушенный, положите его в воду, что с ним произойдёт? Он размокнет и просто станет очень нежным. Поэтому для диетического питания, для уменьшения нагрузки на органы пищеварения, рекомендуют использовать именно подсушенный хлеб. Весь хлеб для этого блюда мне не понадобится, но я приготовлю его впрок. Им всегда можно перекусить, намазать на него паштет или какую-то другую диетическую намазку, добавить, опять же, уже в готовый суп, употребить его вместе с чаем. В общем, это такая заготовка, которая подойдёт для любого диетического перекуса. Отправляю в духовку и буду запекать, пока хлеб не подсушится. Сильно поджаривать и подрумянивать его не нужно. Если в вашей духовке есть режим конвекции, включите его, это будет способствовать лучшему подсыханию хлеба. Подсушивать в духовке будут до готовности при температуре 160 градусов. А пока приготовлю укропное масло. Я взял небольшое количество зелени укропа, нарежу его. Крупно я его буду ещё измельчать, но чтобы он равномерно у меня размельчился. Отправляю укроп в ёмкость блендера. У меня такой небольшой ручной блендер, как раз вот для таких небольших объёмов. Наливаю сюда масло. Масло я тоже сделаю впрок. И можно заправить салаты. Добавить в готовое блюдо оно ароматное и придаёт отличный цвет блюду. Добавлю немного соли. Накрываю крышкой. И измельчаю в однородную массу. Готовое масло переливаю в ёмкость. Это масло понадобится мне при сервировке блюда. Баланс вкуса состоит из трёх основных ингредиентов. Соль, сахар и кислота. Поскольку диетой кислота и сахар запрещены, соль ограничена. Я добавил небольшое количество соли в эту заправку. Если жёстких ограничений в питании нет, или кто-то, например, из ваших домашних диету не соблюдает, вы можете добавить сюда немного лимонного сока и сахара. Это сбалансирует вкус. Заправка такая будет более агрессивная, но более ароматная и насыщенная. Но для диетического питания вполне подойдёт и такой вариант. Сухари подсушились, я достал их из духовки. Приготовил я эти сухари из французского багета. Это дрожжевое тесто. Но если у вас диета строгая, как я уже говорил, лучше использовать выпечку недрожжевую. Проверяю свёклу ножом. Она мягкая. Можно снять кастрюлю с плиты. Измельчать суп буду в стационарном блендере. Можно использовать погружной, кому как удобнее. Сухари отправляю в ёмкость. Перекладываю в ёмкость свёклу. Наливаю бульон. Выливаю не весь. Оставляю чуть меньше половины для того, чтобы в процессе регулировать густоту. Кому-то нравится менее густой, кому-то более густой. Вы можете для себя самостоятельно сделать нужный вариант. Дам немного постоять, чтобы сухари размокли от горячего бульона. Буквально 2-3 минуты. Добавлю немного соли, чтобы супчик не был пресным. Совсем чуть-чуть. Учитывайте, что в укропном масле уже есть какое-то количество соли, поэтому сильно подсаливать не нужно. И пробиваю блендером до однородности. Запах волшебный. Проверю густоту. Добавлю ещё немного бульона. И продолжаю измельчать. Переливаю готовый суп в кастрюлю. Так его будет удобнее хранить в холодильнике. Сервирую блюдо. Добавляю в центр пару ложек йогурта. И поливаю укропным маслом. Выглядит замечательно. Попробуем, что получилось. В этом блюде прекрасно всё. Полезная измельчённая свёкла, лёгкая кислинка от йогурта, аромат свежего укропа и немного маслица делают это блюдо просто идеальным. Идеально сбалансированным. Это блюдо просто создано для диетического питания. И идеально к такому питанию подходит. Плюс ко всему это блюдо обладает определённой энергоёмкостью за счёт углеводов, за счёт хлеба, который там присутствует, и за счёт масла. Я знаю, что для многих людей проблема диетического питания заключается в снижении веса. У всех метаболизм разный, у кого-то он быстрый. Вот я, например, столкнулся с такой проблемой, когда я соблюдал диету, я терял в весе. Людям, у которых тоже такая проблема, я рекомендую в блюда добавлять небольшое количество масла, но уже в готовые блюда я об этом много раз говорил. Сушёные сухари – это тоже замечательный питательный продукт. Классический гаспачо подаётся холодным. Этот свекольный суп, этот свекольный гаспачо, если можно его так назвать, одинаково хорош будет и в тёплом, и в прохладном виде. Единственное, рекомендую вам очень холодным его не употреблять, потому что очень холодная пища диетой противопоказана. Это определённая нагрузка на органы пищеварения, которую следует избегать, если вы соблюдаете диету. Ну, а я всех благодарю за внимание. Пробуйте, готовьте, удивляйте себя вкусными диетическими блюдами, питайтесь правильно и будьте здоровы. До новых встреч!